Zoom AMS. Это серия миниатюрных внешних аудиоинтерфейсов для работы со стримами и просто для записи музыки, вокала и так далее. У нас на канале вы сможете найти отдельный ролик, который будет посвящен двум старшим карточкам. В этом видео мы отдельно рассмотрим AMS 22, потому что она отличается по конфигурации и по маршрутизации от старших моделей. Друзья, рад приветствовать вас на канале Давай Запишем. Здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Сам аудиоинтерфейс максимально простой. Здесь мы имеем один, ну на самом деле два канала, если мы подключаемся в линию. Итак, основной первый канал, это комбинированный разъём. Сюда можно подключить микрофоны динамические, конденсаторные, благо фантомное питание здесь имеется. Сюда можно подключить что-то в линию уже TRS-TS проводом, какой-нибудь линейный источник, например, электропианино, синтезатор. Спокойно можно будет записать через этот аудиоинтерфейс. Также имеется и инструментальный режим. Подключаем сюда напрямую гитару, играем, можно бас-гитару, можно, например, акустическую гитару с пьезой. Всё это спокойно здесь опять у нас либо пойдёт на запись, либо пойдёт на стрим, смотря как именно вы будете использовать это самое устройство. Усиление по входу. Мы видим с вами ручку, 54 децибела нам обещают. Это на 4 децибела меньше, чем цифра, которая идёт у старших моделей. Наверное, это как-то связано со схемой питания, с тем, что сам интерфейс младший в линейке. Кстати, по питанию. Здесь есть, опять же, несколько возможностей запитываться, потому что мы можем работать не только с PC и Mac, но и с более мобильными миниатюрными устройствами. Именно для них здесь предусмотрено сразу два разъёма. Один основной USB, по которому мы сейчас, кстати, питаемся, по которому питание будет приходить, когда вы работаете за компьютером. И второй разъём для дополнительного питания, если мы с вами работаем, например, на iPad. Слота под батарейки, как на старших картах, здесь не предусмотрено. Формально здесь мы с вами имеем дело с аудиоинтерфейсом форм-фактора два канала на вход и два канала на выход. Два канала на выход мы с вами прекрасно видим сзади, плюс этот же самый выход продублирован в наушниках. Что с входом? Почему мы здесь видим всего лишь один канал? На самом деле всё намного интереснее, потому что, опять же, если мы с вами обратим внимание в рабочую станцию, если обратим внимание в то, как каналы отображаются в Windows, мы видим стерео туда, стерео туда. Этим устройством можно делать стереозаписи, именно для этого тут существует линейный вход, который является линейным стерео входом. То есть сюда с помощью специального стереопровода мы можем с вами подключить, например, те же самые клавиши в стерео или выход с драм-машины в стерео. И мы с вами будем получать запись левого и правого канала. Можно даже сделать их раздельно, если вы сделаете две раздельные дорожки у себя в рабочей станции для этих целей. Поговорим про мониторинг. Мониторинг во время записи, мониторинг во время стрима. Это очень и очень важно. Опять же, здесь у нас имеется аппаратный мониторинг, реализованный на специальном переключателе. Мы сразу же у себя в наушниках слышим всё то, что у нас происходит на каналах по входу. Если говорить про программный мониторинг, если говорить про ASIO мониторинг, который мы будем использовать вместе с эмуляцией гитарного усиления в вести плагинах, вместе с какой-то вокальной обработкой, к которой мы с вами вдруг привыкли и хотим слышать именно её во время записи вокала, то все данные вы прямо сейчас можете видеть на своём экране. Отдельно отмечу по ASIO драйверам и по контрольной панели. Контрольной панели никакой нет, в принципе тут функции очень мало, чтобы делать дополнительные контрольные панели. ASIO драйвер, кстати, есть фирменный от Zoom, именно под AMS22 есть свой отдельный драйвер, так что не забудьте поставить этот драйвер перед тем, как начать работать, ну например, в цифровой рабочей станции, и не забудьте накатить более актуальное обновление, потому что мы когда собирались снимать ролик, уже на этот момент было более актуальное обновление. Что идет в комплекте? Комплектация на самом деле не особо такая богатая, это провод, который нам понадобится для работы. С одной стороны Type-A для подключения к компьютеру, ну или к мобильному устройству через специальный адаптер, и с другой стороны Type-C разъем для подключения к самому аудиоинтерфейсу. Перед основными тестами предлагаю вам сейчас сделать небольшую паузу и послушать вот этот аудиоинтерфейс с вариантами, с различными вариантами микрофонов, потому что до этого весь ролик мы писали с помощью петличного микрофона. Раз, два, три, четыре, пять, сто двадцать один, сто двадцать два, двадцать три. Вы слышите мой голос через широкомембранный конденсаторный микрофон. Напоминаю, что это AC-T2, на котором мы, как правило, и тестируем аудиоинтерфейсы, которые к нам попадают. Про усиление я уже сказал, нужно проговорить про преобразователи. Это 24 бита на 96 килогерц в максимальном положении. Ну мы, естественно, пишем все в 48 килогерц по классике на 24 бита. С конденсаторного микрофона давайте перейдем на ручник и послушаем, как этот аудиоинтерфейс, как его преампы и преобразователи будут работать с ручным динамическим микрофоном. Один, два, три, четыре, пять. Усиление до самого конца не выкручиваю, чтобы случайно не уйти в перегрузку. В принципе, здешнего усиления 54 дБ для работы с ручником для записи вокала через динамический микрофон вполне себе хватит. Перед тем, как мы с вами начнем тесты, стоит отметить еще одну очень важную особенность, которая придется по душе именно стримерам. Это loopback. Ручка, которая прямо вынесена у нас на корпус, которая позволяет звук из компьютера закольцовывать и подавать снова на входные разъемы, на входные каналы этого устройства, чтобы, например, ваш голос смешивался с, ну, допустим, музыкой, которая на заднем плане будет играть у вас во время стрима на компьютере или на мобильном устройстве. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. With you I see forever all so clearly. I might have been in love before, but it never felt this wrong. A dream of young and we would know that takes us, we would want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You're what I know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You're what I know by now how much I love you. Won't it change my whole life? Two, then nothing's gonna change my love for you. Zoom AMS22 будет полезен, если вам не нужны какие-то особые мощности. Если вам не нужно два канала или, скажем, те же самые четыре канала по входу, вы можете обойтись всего лишь одним микрофонным предусилителем и одним стереоразъемом по входу. Например, если вы диджей, если вам нужно иногда что-то поговорить, микрофон, но основную часть вы все же стримите в стереоразъем по входу на первые два канала. Пожалуйста. Опять же, стримы, запись музыки, потому что здесь можно записывать не только вокал, но и, скажем, инструмент подключить прямо напрямую к первому каналу и что-то подписать. В целом, устройство достаточно интересное. Мне, естественно, будет интересно узнать и ваше мнение о нём. Посмотрите цену, потому что я сразу скажу, что Zoom это не бюджетная фирма, и вот тот же самый AMS22 у них получился, ну я бы сказал, с достаточно высокой ценой. И будет интересно узнать вот ваше мнение, основываясь на как раз-таки ценнике, не только на функционале, который предоставляет это устройство, но и на ценнике. Опять же, не забудьте сравнить с какими-нибудь крупными игроками на рынке, например, с тем же самым iRig. Потому что функции очень и очень друг на друга похожи, что в iRig, что здесь. И опять же, если у вас есть опыт работы как с тем, так и с другим, ну или хотя бы с iRig, обязательно отметьтесь в комментариях. Друзья, не забывайте ставить лайки, чтобы поддержать нашу работу, не забывайте подписываться на канал, если вы здесь недавно. Напоминаю, что это давай запишем, здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. И штатно напоминаю, что за мной вы можете следить в моих собственных соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы можете наблюдать у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Да, спасибо. Чисто объясните свою маленькость. Ну, это классно, кстати. Для каких-то вот поездок, когда у тебя вообще прям мало места, это супер. Ну, типа его в карман можно кинуть. Ну, по сути, да. Там еще можно положить еще штуки три таких.